Это информационный тележурнал День за днём о самых заметных событиях жизни города и региона. Вам расскажут корреспонденты Тобольского времени. Я Константин Симонов. Здравствуйте. На очередном заседании Тобольской городской думы депутаты заслушали отчёт об исполнении бюджета Тобольска за первое полугодие 2019 года. Он остаётся дотационным. Сами таблики наполняют его на 70%. Больше средств на развитие города поступает из федерального и областного бюджетов. Получен очередной транш на реализацию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Поступили уведомления из областного бюджета на огромную сумму. Такие вот знаковые это как выполнение программ переселения из аварийного жилья, национальный проект почти 300 миллионов. Капитальный ремонт зданий соцсферы это 218 миллиона. Для нас знаковый это капремонт детского сада 22 миллиона, капремонт спортзалов, реконструкция зданий нашего центра по проведению спортивных мероприятий. До 31 декабря 2019 года должны расселить три дома. Программа уже выполнена практически. Вот буквально к первому числу мы расселим этих три дома. Следующий этап это до 31 декабря 2020 года мы должны расселить 15 домов аварийных признанных. И до 31 декабря 2021 года мы должны расселить оставшиеся 15 домов. Это 33 многоквартирных дома. Молодые табаляки стремятся сделать город лучше. В рамках проекта «Вектор улиц» в мультицентре «Моя территория» состоялся мастер-класс по световому дизайну. Секретами этого вида искусства поделилась приглашенный эксперт из Москвы. А участники мероприятия с помощью полученных знаний создали световую инсталляцию. Подробности в материале Шамиля Гулеева. Узнать, как с помощью освещения изменить пространство города и сделать его комфортным. Участники проекта «Вектор улиц» под руководством столичного специалиста на протяжении целого дня разбирали примеры световых дизайнеров из мировой практики и учились работать со светом. Ребята просто познакомились с тем, как свет может менять форму, как он ее может создавать, как он ее может трансформировать, как он может добавлять какую-то ценность. Слушатели мастер-класса вместе с экспертом прошлись по Тобольску. Они осмотрели аптекарский сад и здание прачечной. Уже во время прогулки у многих возникали интересные идеи, как с помощью светового искусства сделать объекты более привлекательными. Было бы круто, если бы вот именно дома вокруг Тобола были как-то обыграны светом. Потому что я думаю, что еще больше людей бы шли заниматься спортом и вели правильный образ жизни. Дизайнерский свет – это не только способ привлечения туристов, но и здоровье человека. Та же правильная и интересно освещенная обычная детская площадка поможет ребенку долго задержаться на ней и оторваться от гаджетов. Можно, во-первых, увеличить продолжительность игры на детской площадке. Можно улучшить сон ребенка. Можно улучшить аппетит ребенка. Можно улучшить его в целиком, его состояние, уменьшить количество капризов, конфликтов, каких-то таких нежелательных историй. При создании световых узоров важно доносить до людей глубокий смысл. Это и постарались сделать участники мастер-класса, когда приступили к практике. Возле мультицентра «Моя территория» они оригинально украсили светом обычную скамейку, которая теперь станет радовать местных жителей и туристов своей красотой, подарит им новые чувства и эмоции. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время. Пятницкая церковь в Нижнем Посаде Тобольска будет отреставрирована. На следующий год запланирована разработка проекта восстановления храма. Он был заложен в 1754 году. В 30-е годы прошлого века были уничтожены купол храма, яру звона колокольни, северные пределы и церковная ограда. Это красивое строение в стиле сибирского барокко много лет находится в ветхом состоянии. Укреплены своды, стропильные перекрытия частично заменены, инициирование кладки стен, там где трещины, частичная замена кладки с вычинкой, закрыты окна, кровля отремонтирована так, чтобы осадки не попадали внутрь, не разрушали храм. Еще один объект культурного наследия Богодельня будет восстановлено в 2019 году. В отношении других памятников, которые находятся в муниципальной собственности, разрабатывается программа, определяется очередность реставрации. Ведется работа в определении функционального назначения исторических объектов после их восстановления. О спортивных достижениях табаляков расскажем прямо сейчас. Рубрика подготовлена совместно с городским комитетом по физкультуре и спорту. По дворце спорта «Кристалл» прошли очередные игры первенства России. Встречались команды «Ангел Сибири-2007» и хоккеисты из Нижнего Тагила «Спутник». Первая игра закончилась со счетом 2-8 в пользу нижнетагильской команды. Во второй встрече хозяева взяли верх и завершили игру со счетом 3-2. Открытый Кубок города по велосипедному спорту «Дух Сибири» состоялся на лыжной базе «Сибиряк». Золото взяли Ева Попова, Алиса Рябова, Юрий Туранов, Иван Бондаренко, Захар Тарханов и Денис Мартынов. На стадионе «Табол» прошло первенство России по футболу третьего дивизиона. Табаляки встречались со спортсменами из Кургана. Игра закончилась со счетом 4-3 в пользу хозяев. На третьем этапе Кубка Тюменской области по биатлону среди юношей и девушек в Заводоуховске «Табаляки» заняли призовые места. Победу отяжала Александра Сычугова. На втором месте Никита Малюгин. Денис Майгодаров на третьем месте. В Елутаровске прошло огласное первенство по футболу среди юношей. Команда «Табол-2009» заняла второе место. Калинка-малинка. Необычный танец табольских спортсменов произвел фурор на всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике Кубок России 2019. Чемпионат проходил в городе Йошкар-Ала. В нем участвовали 160 спортсменов из 34 регионов России. Табольская команда лидеров в дисциплине аэробика 5 человек. Возрастная категория 17 лет и старше заняла первое место. Специально для Табольского времени ребята отправили пламенный привет и поделились планами на будущее. Всем привет! Впереди у нас грандиозный старт на чемпионате мира, который пройдет в следующем месяце в Нидерландо, в городе Лейд. Поэтому следите за нашими успехами. Мы обязательно привезем вам очень много золотых медалей. Да, таких же красивых. Всего от Табольска на соревнования выезжало три команды и один дуэт. Семейный дуэт «Бит-стрит» завоевал серебро в категории хип-хоп-дуэты. На этот раз ребята удивляли зрителей образом первобытных поселенцев. Всероссийский праздник бега «Кросснации-2019» объединил тысячи таболиков. Впервые он проходил у стен Табольского Кремля. Выступали артисты, для самых маленьких организовали семь станций, где они соревновались в силе и сноровке. Организаторы устроили лотерею. Как полагается на спортивном торжестве, главный приз там был велосипед. Подробнее обо всем расскажет Ольга Куричко. Раз, 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 два, три. Все началось с разминки. У кремлевских стен сотни горожан в едином спортивном порыве готовились выйти на старт. Табольков напутствовали титулованные спортсмены. Среди них Равиль Коробов, победитель чемпионатов Европы и мира по панкреатиону. Я всем хочу пожелать хорошего старта и достойно пройти дистанцию. Ветеран-марафонец Анатолий Березин, участник 60 марафонов и 96 полумарафонов, в этот раз выбрал для себя дистанцию 12 километров. Бегаю круглый год, в течение нескольких лет. Для меня нет исключений. И поэтому я рассматриваю это, я всегда готов быть примером для подрастающего поколения, бежать с улыбочкой, бежать в удовольствие. В этот раз участники Кросса нации регистрировались на сайте заранее. Желающих было больше, чем нагрудных знаков. 500 штук передали в основном школьникам. Малыши бежали один километр, огибая вечный огонь, возвращались на Красную площадь. Сегодня у каждого здесь своя победа, собственная лень и силы духа. Кто преодолел дистанцию, каждый получает вот такую медаль. Организаторы раздали, их уже более тысячи. 500 номеров с чипами раздали бегунам на дистанции 4, 6, 8, 12 километров. В Тобольске было все, как в песне Высоцкого. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Темп задавали волонтеры-велосипедисты и первые лица города. Когда ты бежишь в таком большом количестве спортсменов и любителей, и наслаждаешься не только красотой метабольской, но и наслаждаешься вот этими спортивными ребятами, которые вдохновляют к новым подвигам, к новым достижениям. Пробежал полумарафон, не было в залке, захотелось еще 4 километра пробежать на курсе, честно. Финишируя, лидеры кросса поднимались на педестал почета. На дистанции 1000 метров первое место заняли Дарья Южакова и Михаил Нагибин. Среди девушек на дистанции 6 километров в лучшее время показала Юлия Кадролеева. Я доволен, конечно, доволен. Первый пришел. Я занимаюсь футболом, также кроссфитом. Тренируюсь в СК «Иртыш» кроссфит. Также футбол играю. Я со школьной скамьи бегаю кросс-нацией. И только с прошлого года научился побеждать. Всероссийский день бега в Тобольске вылился в большой спортивный праздник. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах Тобольского времени, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Тобольском времени. 25 сентября в Тобольске ожидается небольшой дождь. Днем температура около 5 градусов, ночью 1,3 выше нуля. Ветер юго-западный 4,6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова